Приветствую, друзья! Вы на Ньюсейдере, я Александр Кушнарь. У нас 21 апреля вечер по Киеву. Пакет долгожданной помощи от Пентагона отправится в Украину уже на предстоящей неделе, а в российской верхушке произошла самая настоящая истерика. Это первые выводы, которые следуют из вчерашнего долгожданного голосования, которое состоялось в Нижней Палате Конгресса США в пользу законопроекта о помощи для Украины стоимостью 61 миллиард долларов. Исход дела уже ясен. Все потому, что, к счастью для Киева, в Сенате большинство принадлежит демократической партии. Ну и, соответственно, спикер этой палаты, то есть активный сторонник Украины, демократ Чак Шумер, в отличие от республиканского лидера Палаты представителей Майка Джонсона, не стал играть судьбами украинцев. Накануне, сразу после того, как Биль об Украине был проголосован в Нижней Палате, он пообещал поставить этот Биль на голосование в Сенате во вторник 23 апреля, то есть фактически в первый день работы на следующей неделе. Нет сомнений, что это голосование закончится положительным результатом с большим перевесом. Прошлый аналогичный законопроект, который в итоге так и остался мертвым, поддержали 70 сенаторов из 99, при необходимых 60. Конечно, ничего не изменится и теперь. В то же время Джо Байден, призывавший сенаторов как можно быстрее одобрить этот документ, подпишут его не просто быстро, а мгновенно, скорее всего, вот в тот же день, 23 апреля. Самое же интересное будет происходить далее. Дело в том, что, как пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников, Министерство обороны США может выслать первые военные транши в Украину буквально в течение нескольких дней после подписания американским президентом украинского биля. Это соответствует другому инсайду, согласно которому в Пентагоне запаковали новую партию оружия для ВСУ заранее, чтобы передать эту партию сразу, как будет получено согласие Конгресса. В свою очередь, The New York Times цитирует представителя американского военного ведомства генерал-майора Патрика Райдера, который, по сути, лично подтвердил такую готовность отправить первый пакет в Украине уже на этой неделе и заверил, что США имеют надежную логистическую цепочку для этих целей. Цитата. «Мы можем осуществить переброску в течение нескольких дней», заявил он, пояснив, что в первых партиях для ВСУ будут в том числе боеприпасы для средств противовоздушной обороны и артиллерии. Аналогичным образом и газета The Washington Post предположила, что вначале в Украину пойдут 155-мм снаряды, а также реактивные снаряды средней дальности, ну, наверное, к Хаймерсам, дополнительные средства противовоздушной обороны и зенитные ракеты к ним. Это логично. С одной стороны, надо срочно восполнять дефицит в Украине снарядов к тяжелой артиллерии, который, как известно, и стал причиной больших проблем на фронте. А с другой, необходимо защищать украинские города от российских террористических обстрелов критической инфраструктуры. Хорошая новость в том, что в копе с анонсированной уже Европой помощью в виде семи батарей Патрио для Украины все это приведет к созданию над большей частью крупных украинских городов и областей буквально непробиваемого счета, который уже отлично зарекомендовал себя в Киеве за последний год. Есть и другой момент. Нет сомнений, что теперь, благодаря одобренной американским конгрессом помощи, уже очень скоро украинцы получат еще и по-настоящему мощные атакующие средства, которые, опять же, уже хорошо показали себя во время этой войны. И речь здесь идет в первую очередь о ракетах ЭТЭКОМС. Во-первых, скорее всего, теперь их будет не просто больше, а намного больше. Во-вторых, это будут ЭТЭКОМС не только те, которые поставлялись украинцам ранее, то есть с ограниченной дальностью 160 километров и с боевыми частями, содержащими суббоеприпасы. Но это будут и ЭТЭКОМС полноценны, с дальностью в 300 километров. Такой вывод можно сделать теперь, когда украинцы, очевидно, вдребезги разбили батарею С-400 под Джанкоем именно с помощью вот этих самых оригинальных ЭТЭКОМС. Дело в том, что ничего иного из потенциальных запасов Киева, кроме вот именно таких ракет, невозможно было бы использовать для поражения на такой дальности. В то же время известно, что ранее украинские войска не применяли эти ракеты. То есть это было сделано впервые. Отсюда можно сделать вывод, что они зашли в Украину в одном из двух последних случаев эксклюзивных транше от Белого дома, которые были реализованы за пределами стандартной программы поддержки со стороны США. Долгое время, буквально с конца мая 2022 года, после известной статьи Джо Байдена о нежелании поставлять ракеты большей дальности, вопрос об ЭТЭКОМС с дальностью на 300 километров висел в воздухе, оставаясь камнем предкновения и предметом дискуссии. Теперь же, когда этот булыжник сдвинут с места и, похоже, обрушен непосредственно на головы обескураженного зенитного расчета С-400, становится совершенно ясно, что этот булыжник теперь не остановить. Он продолжит катиться с горы, превращая в лепешки все новые и новые российские системы, которые показали свою беззащитность перед ракетами ЭТЭКОМС, когда все 10 таких ракет добрались до цели. Следующий важный ресурс в предстоящих траншах для Украины — это уникальные ракетобомбы GLSDB с дальностью в 150 километров. Они уже успешно прошли испытания на фронте, подтвердив свои характеристики. Точные, дальнобойные, малозаметные и дешевые, что немаловажно в этой войне на истощение. ЭТЭКОМС и GLSDB запускаются с машин «Хаммерс» или гусеничной основы М270. Это высокомобильные системы, которые стали практически неуловимой легендой. Учитывая дальность пуска, у россиян нет шансов. Запускаемые ракеты GLSDB и ЭТЭКОМС, тем более, будут идти с самых неожиданных мест и обрушиваться на самые удаленные от линии боестолкновения позиции врага, включая те, что в Крыму, которые, как мы уже успели убедиться, являются для России скорее слабым и наиболее уязвимым звеном российской военной машины в силу логистических причин, нежели непотопляемым авианосцем, как его называл бучанский мясник Владимир Путин. Можно предположить, что кремлевский тиран на самом деле имеет не более месяца, дабы успеть использовать закрывающееся окно недостачи УВС в рамках своих агрессивных целей. Далее, по мере усиления пакетов помощи для украинской армии и по мере поступления всеновых F-16, это окно надолго, если не навсегда, закроется. Чрезвычайное истощение российских войск Кремлю пока еще удается конвертировать в микродостижения на фронте, но вскоре, я полагаю, россиян ожидают еще больше истощения, но уже без продвижения. Более того, с контратаками и, вероятно, масштабным контрнаступлением украинских войск. Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжер сказал по этому поводу, цитирую, «возможно, пройдут недели, прежде чем мы увидим значительные последствия вот этого решения, решения Конгресса на поле боя, но стратегический эффект будет ощущаться немедленно. В Кремле уже понимают, что их план дождаться нашего ухода провалился», резюмировал он. Речь, конечно же, идет вот о той буквально комичной и на грани идиотии риторики, которая разразилась в высших политических кругах по поводу произошедшего, о чем мы сейчас и скажем подробнее. Нужно сказать, что поводов для злобы у российских высокопоставленных чиновников здесь два. Во-первых, сам биль о помощи Украине на внушительную сумму в размере половины военного бюджета России на текущий год. А во-вторых, отдельный законопроект о нацбезопасности, включающий пункт о конфискации российских активов, замороженных в банках США. Последние составляют 6 миллиардов долларов, против примерно 300 миллиардов долларов, которые заморожены в европейских банках. Так вот, американскому президенту, согласно вот этому вот отдельному билю, даны полномочия перевести деньги в два фонда — компенсационный фонд и фонд поддержки Украины, что фактически, как можно понять, означает возможность напрямую профинансировать передачу вооружения для ВСУ с американских складов. Если представить, что все 6 миллиардов пойдут именно вот на эту цель, то это станет очень существенным, немедленным подспорьем для украинской армии. Дело в том, что надо понимать, какова структура пакета для Украины вообще. Точная цифра — это 60,84 миллиарда долларов. Треть из этих средств — 23,2 миллиарда — останутся в США и будут потрачены на пополнение американских запасов в результате их расходования на помощь ВСУ. Еще 13,8 десятых миллиарда пойдут на закупку передовых систем вооружения, оборонной продукции и оборонных услуг, опять же, для Украины. 1,3 миллиарда долларов потрятят на текущие военные операции США в Европе, которые, опять же, как следует из контекста, будут в том числе непосредственно связаны с поддержкой в адрес украинской безопасности. Наконец, наименьшая часть все-таки пойдет именно в кредит, как на том настаивали некоторые республиканцы, в том числе сам Трамп. 7,85 миллиарда долларов, почти 8 — это прямая военная помощь для госбюджета Украины. Она будет оформлена как займ, который, однако, кстати, может быть списан американским президентом после выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года. Последний момент особенно интересен. Получается, что если Джо Байден удастся остаться еще на одну каденцию, то он просто спишет этот кредит, ну и, соответственно, это будет тоже безвозмездная помощь для Украины. Если же победит Дональд Трамп, то кредит, очевидно, украинцам придется возвращать в соответствии с его же Трампа прежними настояниями. Если же не брать во внимание крохотный остаток в 26 миллионов долларов, который пойдет на надзор за расходованием помощи, то содержимое общего сундука для Украины выглядит как четыре большие порции, из которых первая — это прямые поставки со складов Пентагона для ВСУ, другая — это заказ новых вооружений для украинской армии у американской обороны промышленности, третья скорее косвенно относится к Киеву, и четвертая является экономической поддержкой Украины. Иными словами, говоря непосредственно о военной поддержке для ВСУ со стороны США в рамках данного пакета, нужно иметь в виду, что украинской армии пойдет лишь половина оговоренной суммы, а чуть более 23 миллиардов они получат, условно говоря, здесь и сейчас. Хотя в реальности, конечно, и эти деньги будут тратиться постепенно, по мере выяснения нужд Украины на поле боя и в рамках логистических возможностей США. Кроме того, до сих пор не очень понятно, действительно ли именно 23 миллиарда будут со складов отправлены в Украину. Или же речь идет о вдвое меньшей сумме, потому что, например, глава Пентагона Ллойд Остин сейчас заявил, что 50 миллиардов из 61, да, пойдут именно на внутренний рынок Соединенных Штатов. Так что нужно еще выяснять детали, сколько же непосредственно украинская армия получит в ближайшее время именно со складов Пентагона. Но в любом случае понятно, что военная помощь для ВСУ от США будет выражаться так же, как и прежде, в виде траншей размером до нескольких миллиардов долларов за один раз. Фактически же речь пойдет о том, что украинская армия не увидит самих этих денег, как и ранее. Да, они эти деньги, собственно говоря, украинской армии не нужны. Украинская армия нуждается в вооружении. Вот как раз так само оружие ВСУ и будут получать в соответствии с теми расценками, которые действуют в американской оборонной системе. Исходя из этого, надо понимать, что российские средства, которые будут официально по новому закону отобраны у Москвы в пользу Украины, это более четверти от суммы в 23 миллиарда долларов. Ну или половина от 12 миллиардов. Если мы говорим о том, что 12 миллиардов пойдут непосредственно здесь и сейчас украинской армии в виде определенных вооружений и снарядов. Так вот, я просто для наглядности сейчас поясню. Вот эти путинские 6 миллиардов составляют стоимость тысячи танков Абрамс. Каждой стоимостью 6 миллионов долларов. Разумеется, это не значит, что придут именно Абрамсы. И ровно в таком количестве я привел их лишь для понимания масштабов изымаемых у Москвы активов. Будут ли Абрамсы? Да, скорее всего. Ну, наверное, не в количестве тысячи штук. Суть-то в другом. Что в Москве как раз именно поэтому, потому что там понимают суть происходящего, произошла вот такая вот вспышка бешенства. На фоне утвержденных впал представителей мер. Мер, куда надо заметить, входит не только два упомянутых здесь били, но и еще два. В пользу Израиля, который получит внушительные 27 миллиардов долларов именно в рамках военной помощи. А также еще 8 миллиардов долларов для Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона в целом с целью противостояния, как сказано в законе, коммунистическому Китаю. Первым высказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Реагируя на готовность США забрать у российского режима арестованные средства, он заявил. Если это действительно так, то Америке придется за это ответить, и здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. А делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Пригрозило. Как именно может ответить Россия, чья экономика, будучи в 10 раз меньше американской, остается в значительной степени изолирована на международной арене и фактически является сырьевым придатком того же Китая, неясно. Разве что додербанят коммерческие компании из Америки, которые еще не успели уйти из России и все еще почему-то продолжают присутствовать на внутреннем российском рынке. Не говоря уже о том, что фактическая национализация западных активов в России и так уже идет третий год подряд полным ходом под личным контролем мясника Путина. Следующим же после Пескова высказался замглавой совбеза России Дмитрий Медведев. Чиновник начал с того, что никто, мол, не сомневался в таком решении Палаты представителей в пользу Украины. Но согласно психоанализу, подобные утверждения следует трактовать как раз наоборот. Очевидно, что российские руководители возлагали огромные надежды на как можно более долгое затягивание американской помощи для ВСУ, если не на ее полную остановку. Далее экс-президент России открыто оскорбил американских конгрессменов, называя их, цитирую, штатовскими ублюдками. Это формулировка показателей градусов бессильной злобы, царящей в Кремле, где подобные тексты, как известно, составляются задолго до их опубликования в телеграм-канале Медведева. Понятно, что целевая аудитория здесь чисто русская шовинистическая. Надо показать самоутверждение и бесстрашие перед Соединенными Штатами. Вот только кремлевские спичрайтеры забывают, что такие пассажи внимательно изучаются в Соединенных Штатах, а авторов таких пассажей за подобное хамство записывают в отдельной строчке, где их имена обводят жирными черными черточками, и имя Медведева, конечно же, уже обведено. Затем Медведев перечисляет последствия выделенных пакетов помощи. Мол, это и продолжение гражданской войны разделенного народа, как он называет, агрессию России против Украины, а также максимальное увеличение жертв конфликта, словно забывая, кто на самом деле является инициатором нападения на суверенные государства, суверенные, а не мятежные области Российской Федерации, как об этом привыкли думать в Кремле. «Мы, конечно, победим», – уверенно пишет Медведев, словно уговаривая себя, как и предыдущие два года войны, когда повторялась мантра о том, что задачи СВО будут непременно выполнены. То, что на третий год войны Россия потеряла сотни тысяч солдат и не менее 20 тысяч единиц военной техники без всякого существенного продвижения спустя 18 месяцев после того, как линия фронта стабилизировалась, все это является, очевидно, приемлемой утратой для Медведева. В конце концов, ведь не ему, маленькому трепещущему человечку, отсиживаться в холодных окопах. За него это сделает расходный солдатский материал. А вот сам Медведев будет отсиживаться в своем глубоком бункере. Оттуда очень легко раздавать угрозы всему миру и оскорблять американских конгрессменов. Ну а затем следующий абзац в тексте Медведева с потрохами выдает истинные надежды и его, и всего российского руководства, которые одновременно, конечно, оказываются их бесплодными мечтами. Цитирую. «С учетом состоявшегося русофобского решения, пишет Медведев, не могу со всей искренностью не пожелать Соединенным Штатам как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Йога в 19 веке и будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия, и которая, наконец, приведет к бесславному распаду мерзкой империи зла 21 века Соединенных Штатов Америки. Написал этот вурдалак, который, как известно, является лично вдохновителем массовых убийств и в Украине, и в Грузии, и в Сирии. И, как видите, перед нами очередная его проекция о мерзкой империи. Она ясна как день. В глубине души автор или же коллектив авторов прекрасно знают, о какой на самом деле мерзкой империи идет речь. Что же касается самого пожелания о гражданской войне в США, то надо вспомнить, с какой настойчивостью в последние годы, начиная буквально с 2014 года после первого вторжения в Украину, Россия вмешивалась в политические процессы США, стремясь расколоть американский народ с целью парализации принятия решений и нейтрализации международного влияния Штатов, в том числе на постсоветском пространстве. В своих телеэфирах российские ведущие открыто в последние дни и недели называли Майка Джонсона нашим, нашим российским из-за его роли в торможении помощи для Украины. Едва ли у Москвы есть какие-либо рычаги влияния на конгрессменов, вот и того же, кстати, Дональда Трампа, но сама манифестация таких утверждений и намеков, которые раздаются от чреванливых пропагандистов Кремля, показывает, что в России очень желают, чтобы ее, ее Российскую Федерацию считали способной влиять на внутреннюю ситуацию в Америке. Вмешательства в выборы, конечно, были не столько игрой за Трампа, сколько игрой против всех. Не зря сразу после победы республиканского кандидата на президентских выборах в 2016 году некие группы, очевидно связанные с Кремлем, в тот час же организовали сразу два разных митинга за Трампа и против Трампа. Россию интересует даже не конкретный кандидат и не конкретный политический курс, если только этот курс и явно не проукраинский, а именно что хаос, раздрай, взаимная ненависть внутри Соединенных Штатов и как кульминация вот та самая гражданская война с побоями, с уничтожением, с тотальной войной, упомянутой в видео. Война, которая проходит по любым линиям, культурным, гендерным, политическим, экономическим, расовым. Вот все это отвратительных военных преступников в Кремле устроит. Лишь бы Соединенные Штаты перестали наконец мешать России, разрушать международный порядок и проводить захватнические войны на европейском континенте. США, погруженные во внутренний гражданский конфликт, это то, о чем мечтают российские руководители. Эх, заживем, думают они. Вот тогда-то истинный многополярный мир наступит. Неудивительно поэтому наблюдать то нескрываемое разочарование, с которым в Кремле встретили решение Палаты представителей по поводу четырех исторических билей. Особенно же неприятным для Кремля оказался тот факт, что победа сторонников били в пользу Украины была просто-таки разгромной, как мы и ожидали. Документ получил поддержку 75% голосов. То есть 311 против 112. Или все 200 демократов и 101 республиканец. Да, 112 республиканцев против. То есть есть раскол внутри нынешней республиканской партии. Но нет раскола в целом. То есть нет того, на что так надеялись в Кремле. Другое дело, что в течение полугода отдельные конгрессмены, их буквально по пальцу можно пересчитать, объективно вели себя так, что буквально заслуживали аплодисментов среди всех членов Совбеза России. От его секретаря Николая Патрушева до директора ФСБ Александра Бортникова. И дело даже не в тех смехотворных поправках, которые, по сути, в рамках троллинга были заявлены несколькими тромпистами-республиканцами накануне во время голосования в Палате представителей. Потому что эти поправки просто-напросто отмели как мусор считанные минуты. Речь, конечно, идет о более серьезной истории. В течение шести месяцев были отклонены два полноценных законопроекта, которые во многом ничем не отличались от тех, что были приняты накануне. В то же время, конечно, есть и отличия. Первое из них заключалось в форме, то есть в том, как все это оформлено было. То были проекты, которые объединяли в себе помощь сразу всем трем странам, а это четыре отдельных билля. Второе отличие в прежних черновых вариантах не было того, что есть теперь в отдельном билле, такие как запрет на ТикТок и конфискация российских активов. Третье отличие. 10% пакета для Украины, это часть, касающаяся экономической поддержки, в итоге была оформлена в виде кредита. Тем не менее, в основных моментах, то есть по суммам и по структуре, никаких ношес ни для одного из пакетов помощи для Украины, Израиля, Тайваня не было. Главное, что здесь обращают на себя внимание, так это то, что почти вся сумма для Украины идет на безвозмездной основе, и что она не привязана к урегулированию ситуации на южной границе США. Казалось бы, это поразительно, ведь именно эти два нерешенных вопроса спикер Майк Джонсон называл главным препятствием для того, чтобы выставить на голосование билю об иностранной помощи. Как известно, первый законопроект, который не смог пройти голосование даже в Сенате, это было еще в конце прошлого года, в реальности содержал действенный инструментарий для ограничения нелегальной миграции из Мексики. Второй проект, разработанный уже в этом году, получил подавляющую поддержку в Сенате, однако застрял уже в Палате представителей, поскольку Джонсон наотрез отказался ставить его на голосование все по той же самой причине, якобы из-за отсутствия должного внимания к защите южной границы от топ-мигрантов. Самое же смешное, что за все эти месяцы критики этих законопроектов так и не дали ни одного внятного объяснения, как связаны две задачи, по сути абсолютно разные, пресечения нелегальной миграции в США из стран Латинской Америки и экзистенциально необходимая Украине военная помощь, от которой зависит буквально выживание страны. Что же случилось такого, что внезапно риторика Джонсона поменялась, и он вдруг заговорил буквально словами Байдена о необходимости срочно помочь украинцам ради спасения и самих украинцев, и национальной безопасности США. Мол, история смотрит за нами. Поговаривают, что на Джонсона повлиял украинец Сергей Гальдаржи. Из-за недавней российской атаки в Одессе он потерял жену и маленького ребенка. Погибшая супруга была дочерью пастора, а сам Джонсон, как считается, отличается консерватизмом и благочестием, будучи членом Южной Баптистской конвенции. Это крупнейшая протестантская организация в Соединенных Штатах. Не исключено, что трагическая история семьи Гальдаржи оказала впечатление, и не только на спикер-палаты представителей, но и на Дональда Трампа, известного своим эмоциональным отношением к жертвам агрессии. В свое время источники рассказывали, как Трамп, занимая президентский пост, приказал бомбить инфраструктуру главы сирийского режима Башара Асада после того, как Трампу показали фотографии детей, умерших в мучениях от химической атаки с использованием зарины. Интересно и то, что как раз-таки несколько дней назад Дональд Трамп опять же внезапно высказался в пользу Украины, заявив, что выживание этой страны непосредственно является благом для Соединенных Штатов. Только вот, мол, Европе бы больше надо помогать украинцам. Короче говоря, возможно, и это повлияло на то, что Джонсон более-менее с легким сердцем вынес вот этот законопроект, наконец-то, на голосование. Но на самом деле мы-то все с вами понимаем, что нет ничего рационального ни с точки зрения Джонсона, ни с точки зрения Трампа, а политика, я напомню, является именно рациональной деятельностью в том, чтобы сначала откладывать на протяжении шести месяцев подряд принятие законопроекта, от которого зависит жизнь десятков миллионов людей, под самыми разными предлогами, а в итоге принять его практически в первоначальном виде, без тех самых поправок, на которых наставила чрезвычайно узкая группа лиц вместе с самим Трампом. Но ясно и другое. Если бы Трамп не давил на Джонсона, либо если бы Джонсон не подался в свое время давлению со стороны Трампа, то законопроект его в первоначальном виде можно было бы принять в ноябре или хотя бы в декабре 2023 года. Вот все тем же большинством голосов. Ярая трампистка Майджори Тейлор Грин, которая все эти месяцы угрожала Джонсону импичментом с должности спикера в случае выставления ненавистного ей украинского биля, не имела бы никакого успеха. Ведь ясно, что демократы в случае голосования спасли бы Джонсона. И, кстати говоря, прекрасно понимая, без перспективности такого своего хода, ни Грин, ни тем более другие трамписты даже и не подумали о том, чтобы всерьез попробовать выдвинуть импичмент Джонсона. Короче, ключ к помощи для Украины все эти месяцы был именно в руках одного лишь человека. Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США. И он же оставался единственным реальным препятствием для продвижения вот этой самой иностранной помощи. Как он распорядился своими полномочиями, мы видим. Его нерешимость, завязанная на страхе перед Трампом, а по сути перед крахом собственной политической карьеры, страхом необоснованно на самом деле, стоило украинцам жизней, здоровья, потерянных территорий и разрушенной критической инфраструктуры. Ни Джонсон, ни узкая группа его коллег в Конгрессе, ни сам Дональд Трамп тоже не получили никакой пользы от своей политиканской игры, которая в итоге кончилась ничем. Да что там ничем? Они себе наоборот вред причинили. И вреда было более чем достаточно, если учесть, сколько за все это время критики на них обрушилось. От упреков в том, что они взяли украинцев в заложники, до обвинений в потворстве врагам США и лично Путину. Есть такое понятие, как вин-вин. Ситуация, при которой все выигрыши. Так вот, то, что случилось в Нижней Палате в минувшие два квартала, это антипод, то есть это ситуация луз-луз, когда проиграли все, и сами трамписты, и украинцы. Не говоря уже о пострадавшей репутации Соединенных Штатов, как гаранта для своих партнеров и союзников. Шаг, который следовало бы совершить, как буквально рутинный еще в прошлом году, был совершен только сейчас с превеликими мучениями. Но хорошо хоть так. 61 миллиард долларов это действительно очень солидный пакет. Причем он на 50% превышает тот, что был согласован в мае 2022-го. Тогда Украине выделили 40 миллиардов долларов. Причем значительная часть из этих 40 миллиардов до сих пор находится в работе. То есть они были затрачены в том числе на оборонные заказы, сроки выполнения которых, как я понимаю, растянуты чуть ли не на года. То есть 40 миллиардов на полтора года, а 61 миллиард долларов. Вопрос, на какое время? Понятно, что все решится с президентскими выборами. Если будет Байден, то наверняка помощь продолжится столько, сколько необходимо для того, чтобы остановить Россию и заставить ее отказаться от своих агрессивных планов. Таким образом, уже в ближайшее время мы увидим резкий рост военных возможностей ВСУ на фронте. Контраст будет тем сильнее, что предыдущие месяцы войны почти полностью опустошили запасы украинцев. С другой стороны, это показало, что даже в условиях жесточайшего дефицита ВСУ способны сдерживать противника благодаря как собственным, так и европейским оборонным мощностям. В том числе за счет, конечно же, огромного числа дронов. И вот возникает вопрос. Если украинская армия сумела выдержать натиск врага в самые черные для себя дни и при этом нанесла противнику чудовищные поражения, в том числе в самых глубоких его тылах, то какими сюрпризами украинская армия обрадует российский режим теперь, когда у украинцев будет огромные пакеты помощи от Соединенных Штатов? И вот над тем, какими будут эти сюрпризы, наверное, сейчас стоит думать в первую очередь самому Владимиру Путину. А эти сюрпризы ему очень не понравятся. Друзья, если вам нравится то, что делает наш канал, вы можете помочь нам, а мы очень нуждаемся в вашей поддержке, через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube. Всем, кто нам помогает, ну и всем, кто смотрит просто. Низкий поклон, друзья. Ваша помощь бесценна. Она помогает нам работать дальше. Мира и здоровья, и до скорого.